Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов, и в этом видео я хочу показать вам свою давнишнюю партию против легенды советских шахмат Юрия Сергеевича Балашова. Ну что ж, Балашов играл черными, давайте пару слов о своем сопернике. Юрий Балашов это легендарный советский гроссмейстер, в свое время он был чемпионом Латвии, потом он занимал второе место в чемпионате СССР после Карпова, выигрывал чемпионат Москвы, участвовал в Сибирной шахматной олимпиаде в составе сборной команды СССР, и в общем-то именно в этот год, когда Юрий Сергеевич входил в состав этой сборной, сборная СССР заняла первое место и стала чемпионом на шахматной олимпиаде. Ну вы понимаете, что и до сих пор Юрий Сергеевич активно выступает в турнирах, играет огромное количество партий, занимается тренерской работой, и в общем-то до сих пор сохраняет свою немалую практическую силу. Эта же партия играла в 2011 году на чемпионате Москвы, я играл белыми и начал ходом кони в 3. Последовало е6, и Юрий Сергеевич играет f5, переводя партию в голландскую защиту. Я в общем пока играю довольно гибко, ввожу слона на е7, вы видите, что Балашов не играет модный достаточно вариант с вывода слона на е7, так называемый ленинградский вариант, он играет слона на е7, выводит, стороны рокируются, теперь я готовлю фианкеты другого слона, и следует d5, такая вот разновидность каменной стены. Вообще, эта партия носит учебный каратор, в частности для тех, кто разыгрывает каменную стену, и здесь мы увидим с вами довольно редко разновидность каменной стены, а именно стена со стаканем на c6. Здесь обычно черные играют c6 и получают вот такую вот каменную стену в голландской защите. Ну, Юрий Балашов играет конь c6. Ход кажется нелогичным, конь встает впереди пешки c7, соответственно, поле d5 находится под напряжением, но, тем не менее, здесь есть свои идеи, и, в частности, Юрий Сергеевич продемонстрировал именно в этой партии главные идеи варианта, которую мы с вами увидим. Я в партии сыграл d4, абсолютно логичный ход, занимая пешкой центра, но сейчас, мне кажется, более перспективен за белых гибкий ход e3, пока не закрывая диагональ, да, чернопольного слона. И если черные играют как в партии a5, то белые могут сыграть конь c3. И на конь e4, видите, что поле e2 освободилось для коня, а конь может отойти из-под размен на e2, и белые всегда имеют возможность прогнать черного коня с поля e4 ходом d3. Ну, а если черные здесь пойдут a4, то можно даже, например, разменяться на d5, и потом забрать эту пешку на a4, пользуясь тем, что конь с поля c3 всегда сможет защитить пешку на a4. И код пешкой с двойным, тем не менее, на лишний, пусть открыть какие-то линии на ферзьевом флангу. Но это все отступление от партии, не буду далеко не заходить. В партии было сыграно d4. Блашов выводит слона d7. Вообще, пока позиции черных выглядят как-то неказисто. Ну и, видимо, лучше всего это подчеркивало активный ход конь c3. Я считаю, что это сильнейшее здесь продолжение. Конь здесь, во-первых, атакует пешку d5, во-вторых, у него есть хороший маршрут через поле e2 на поле f4. Ну, например, если Блашов бы здесь продолжил как в партии, сыграл бы слон e8, то у белых есть ход конь g5, атакую слабую пешку e6. И на слон f7 белые, конечно, не спешат менять своего коня на слона. Они сначала играют e3, укрепляют центр, и открывая поле e2 для коня. Ну и теперь, если черные определяют позицию коня, уже здесь следует размен на f7. И конь идет через e2 на пункт f4. Здесь он будет оказывать давление на позицию черных, в частности, на пешку e6, на ослабленное поле g6. Но если черные хотят в корне этому воспрепятствовать, если играют g5, то у белых есть маневр конь c1, переваля коня на d3, и оттуда он может пойти как на e5, так и на c5. Плюс у белых есть всегда возможность пойти f3, прогнать черный коня в поле e4, и, возможно, где-то в будущем провести e4 и подрывать центр. В общем, позиция была бы здесь в пользу белых. Но я все-таки играл против известного гроссмейстера, и мне хотелось играть покрепче, поэтому я избираю с виду более крепкий ход конь b на d2. Здесь конь защищает пешку на c4, и не перегораживает диагональ для слона b2. То есть контроль над полем e5 здесь более жесткий. Последовала слон e8. Видите, что белополий слог готов выйти куда-то на h5, но этот сам по себе ход склон h5 меня не пугает. Я играю a3. Тоже профилактика, видите, я довольно надежно стараюсь играть. Блашов ответил опять, препятствую b4. Как мне казалось, что черный препятствует b4, и я сделал ход конь e1. В общем-то, плановый ход конь через поле e1 переводится на d3, откуда он будет контролировать поля e5 и f4, а конь d2 готов перейти на поле f3, таким образом он ставит жестчайший контроль над пунктом e5. Но здесь, конечно, Блашов немножко поразил меня ходом a4. Мне казалось, что ход a5 сыгран с целью воспрепятствовать хода b4, а на самом деле черный таким образом проезжает белые поля на ферзевом фланге. И обратите внимание, после хода b4, мой слон на b2 начинает низко скучать. Видите, он постепенно превращается в большую пешку. Пока это не так заметно, но дальше вы увидите, как действительно этот слон постепенно превратился в большую пешку. Блашов сыграл конь e4, в общем-то в голландской защите это поле всегда занимается конем. Ну и здесь я допускаю следующую, на мой взгляд, неточность, я размениваюсь на d5. Конечно, не стоило спешить с этим разменом, лучше было сохранить пока пешечное напряжение в центре, благо, что пешка c4, она намного опаснее, чем пешка e6. Пешка e6 является отсталой, она может в каких-то вариантах оказаться слабостью, конью может атаковать с поля f4, поэтому лучше было сыграть ладья c1, пока занимая ладьё линию c, и дальше игра могла бы вот таким образом развиваться. Конь выходит на d3, но если Блашов играет как партия, приводит коня через d8, то видно разницу. Например, я могу сыграть ладья e1, готовя где-то ходы f3, e4, и здесь как минимум у чёрных нет поля e6 для коня, как Блашов в партии перевел. Ну и видно, что пешка e6, в общем-то, снижает контроль чёрных над полем e5. Ну и в случае, если белым удастся вскрыть линию e, то, конечно, пешка e6 здесь станет слабостью. Поэтому здесь хоть небольшой, но он всё-таки перевес на стороне белых. Ну а в партии я разменялся на d5, и за нём пошёл теперь конь дитейн. Вообще, надо здесь отметить то, что буквально год назад игралась в партиях из Матулин-Балашов в 2010 году, то и до года вот рассматривала партии, которую я, конечно, не знал к моменту моей партии с Балашовым. И там вот эта позиция получилась немножко через другой порядок ходов, и Балашов сыграл b6, препятствуя прыжку коля на поле c5, после чего Денис Киспатулин сыграл конь e3, вот где c1. И вот если бы в этой позиции Балашов бы попытался провести тот план, который он проводил против меня, то есть сыграл бы перст e7, и на конь e5 конь d8, то здесь всё-таки белые выигрывают темп за счёт хода b6, и они могут создать довольно неприятное давление. Они играют конь f4, атакую пешку d5. И вот вы видите, что вроде бы чёрные защищают её ходом c6, но у белых появляется довольно сильная идея подорвать пешку c6 ходом b5. Вот видите, в чём минус хода b6. Мало того, что чёрные потратили темп на этот ход, так ещё пешка не может теперь вернуться обратно на b7, чтобы защитить пешку c6. Это основа пешечной цепи чёрных. Ну и дальше я такой вариант рассматривал. Белые пожертвовали пешку, но их кони довольно активны. Пешка d5 слаба, и в общем-то здесь довольно серьёзная компенсация. У белых, если не сказать больше, что у белых перевес. Ну а в партии, напоминаю, Балашовки с Матуллин было сыграно. Давайте вернёмся назад. Не было хода ферзь e7, был ход ладья a7. Сыграл Балашов, защищая пешку c7 таким образом. Избыточный. Последовало конь e5. Конь торшёл на e7. Видите, что белые постепенно улучшают позицию своих фигур. Перевели слона с поля b2 на c1. Видите, что на b2 он не выполнил никаких функций. И здесь, конечно, Балашов, видимо, допустил вот этот вот размен слона, неудачного слона лид белых на своего коня, что, конечно, в пользу белых. Потом ещё Тесматулин сыграл f4, подкрепляя коня e5 и таким образом фиксируя пешечную структуру. Ну и постепенно белые витя вскрыли позицию на королевском фланге и здесь получили довольно серьёзный перевес. В итоге эту партию Хисматулин довёл до победы и, видимо, это послужило Юрию Сергеевичу толщиком для того, чтобы более внимательно вникнуть в позицию. И к партии со мной он уже оказался гораздо лучше подготовлен. На ход конь d3 уже не последовало хода b6, а Балашов сыграл слон f6. Теперь видите, что чёрные начинают байбу за контроль над пунктом e5, ну а прыжок конь c5, против которого был направлен ход b6 в партии с Хисматулином, здесь совершенно не страшно, чёрные могут просто разменяться. На c5 побить на d4 и, в общем-то, сказать спасибо за лишнюю пешку. Я играл пока по аналогии с Хисматулином, сыграл конь f3. Сейчас ки-7 было сыграно. Видите, что опять же отсутствие пешки на e6 сказывается из-за чёрных. Лучший контроль за поле md5. Капец c1. В общем, я пока всё играю по Хисматулину. И здесь вот этот сам манёв конь d8, которым я говорю. Балашов переводит конь на чс d8. На поле e6, где он, во-первых, атакует пешку d4, ну и в случае чего может прийти, скажем, на g5. Последовало лобятся 2. И обратите внимание, слон выходит на поле b5, где он расположен просто прекрасно. Он блокирует белые пешки, атакует коня d3, приглядывается к ладье на f1. Ну и в общем-то здесь уже начинает сказываться то, что слон b2 постепенно превращается в большую пешку. Никаких реальных функций он не выполняет. Просто упирается в собственной пешке, расположенной на чёрных полях. Ну и сыграл ладьё на e1. Во-первых, ушёл от противостояния со слоном. Второй где-то на их планах было сыграть всё-таки f3 и e4. Но Блашов грамотно этому препятству, располагает ладьи по центру, укрепляет пункт d5. Вот здесь я мог попытаться сыграть f3, так не было сыграно в парке. И наступление коня на d6, допустим, конь c5. Но самое лучшее здесь всё-таки добило было бы сыграть f4, отказаться в корне от прорыва по центру ходом e4. Вот так вот стабилизирует позицию. Ну и получилась бы позиция с минимальным перевесом чёрных. Всё-таки, да, уже сказывается вот такое положение от чернопольного слона, который упирается в собственные пешки и перевес уже был бы на стороне чёрных. Но всё-таки активное расположение коней и закрытый характер позиции здесь говорит за то, что белым удалось бы удачно здесь скорее всего вести оборону. Ну и видите, что пешка на e3 осталась слабой в то время, как пешка e6 ушла у чёрных. Вместо этого в партии я пытаюсь как-то выкувать белопольного слона чёрных, играю слон их в один. Последовал конь b6. Квардер d2. Я тоже, видите, централизую все фигуры, готовлю их к будущему прорыву по центру ходом f3 и e4. Блашов играет конь g5. Игра f3. Всё ещё в мои планы входят где-то прорваться ходом e4. В общем, идёт такая маневрная байба, но вы видите, что чёрные постепенно переиграли. Здесь белых и здесь уже мне не видно каких-то активных планов. Вот все фигуры теперь связаны атакой на коня e5. Ну и здесь я в очередной раз допускаю неточности, размениваясь на f7, тем самым отдавая свою самую активную фигуру. Лучше всего было, конечно, держать коня на поле e5 до последнего, сыграть, скажем, ладья же 2. Потом подкрепить коня ходом f4 и играть вот эту вот закрытую позицию с плохим чернопольным слоном. Ну, тем не менее, чернопольный слон плох, но опорная пункция для коней есть и черном очень непросто здесь что-то организовать. Ну, а у белых возможно будет где-то план с продвижением же 3G4. Но я все-таки был очень зациклен на идее провести именно прорыв центры ходом e4, поэтому я размениваюсь на f7. И видите, что Балашов забирает конем, тем самым устанавливая контроль над полем e5. Теперь я уже не могу прыгнуть к полю. Я пытаюсь как-то активизировать слона, атакую пешку d6. Но опять же даже здесь не могу я прыгнуть к нему не е5 и за взятие на e5 и вилки коник 4. Конец 4, простите. Такое ладьо, такое слоная, такую пешку не e5, после чего черный остается лишней пешкой. Поэтому я вынуждена опять же пассивно стоять, голодей в бамп. балашов не спешит как-то усиливать позицию, не спешит проводить какие-то такие резкие действия, он постепенно усиливает позицию, играет g6, играя конь e5, где-то намекая на слабость пешкой а4, но оказывается, что пешка практически защищена, балашов сыграл конец а4, такую слона, потом поставил еще одну ладью на полоскрутую линию, такую пешку e3, ну и в этой позиции нехорошо было бы забирать пешку а4, на это могло последовать размен а4, взять а4, и вы видите, что связка по линии e позволяет черным побить слоном пешку d4, таким образом белый поменяли крайнюю пешку на централе ну и пункт e3 буквально ищет по швам в этой позиции. Возвращаемся к парке, я сыграл вновь слонов 1, видите, что мои фигуры ходят буквально туда-сюда, ну и на мой взгляд в этой позиции балашов допускает неточность, нужно было уже защитить все-таки пешку на а4, сыграть например ладья а8, и продолжать маневренную борьбу, вместо счастливой возможность все-таки побить пешку на а4, разница заключается в том с предыдущим вариантом, что теперь на взятие слонов на d4 у белых появляется ход b5, вот так вот, атакуя слона ферзем, и таким образом пешка b5 оказывается неприкосновенной, ну а после того, как скорее всего черные защитят слона пешкой, чтобы не разрушать свою пешечную структуру, все-таки белая дают на e3, но в ответ забирает пешку на d5, ну и объективно, несмотря на то, что эту позицию приятнее разыгрывать черными нежели белыми, наверное, все-таки объективно позиция здесь ближе к равенству, видите, что стоп-фиш показывает минимальную оценку в пользу черных, но постепенно соглашается с тем, что позиция равна, ну, можно было безусловно побить на a4, вернемся назад вот здесь вот, но наверху вместо взятия на d4 черные имели возможность сыграть в этой позиции f4, подрывая таким образом пешечную структуру белых, ну и идея в том, что в случае взятия пешкой g следует слон h4, вы видите, что белые тери от качества, взятие пешки е невозможно по понятным причинам и до связки по линии е, ну в этом случае также белым главное было понять, что основная угроза черных это пойти конем на f5 и воспрепятствовать этому уходу слон d3, занимая поле в 5 у коня, после чего возможно вот такие вот варианты, ну и опять же, у черных есть небольшой перевес, но белые избежали худшего и в общем-то им удалось вырваться из тисков плюс у них преимущество двух слонов, которых где-то может сказаться. В партии же я прошел мимо этой возможности и сыграл слоном на g2, продолжая стоять на месте. И вот уже в этот момент Юй Балашов провел ту самую идею, которую мы с вами уже видели, он сыграл f4, довольно красивый ход, который я, конечно, во время партии пропустил, пешка встает под два пешечных боя, теперь брать пешкой g плохо из-за слона h4, опять же, нельзя брать пешкой е из-за связки по линии е, ну и здесь, опять же, мне нужно было во что бы то ни стало понять, что основная угроза черных это не побить на e3, не побить на g3, а сыграть конь f5, наращивать давление, и нужно было этому ходу воспрепятствовать ходом слона h3, отнимая поле f5 у коня, и здесь, если бы Юрия Балашова захотелось бы во что бы то ни стало меня обыграть, его нужно было бы решиться на жертву ферзя, после размены на e3, и вот в этот момент Юрия Балашова должен пожертвовать ферзя за две фигуры, только так черные получают перевес, после хода конь d7 еще найти достаточно точный ход, король g7 защищает слона, ну и примерно дальше возможны такие варианты, я смотрел, вы видите, что белые фигуры все находятся в пассиве, защищают слабые пешки, в то время как черный король полностью в безопасности, фигура активная, владеет единство открытой линии, владеет черные, и в общем-то перевес здесь довольно серьезный на стороне черных, хотя у белых все-таки ферз, и неизвестно, решился бы Юрий Сергеевич в реальной партии пойти на жертву ферзя, если бы, конечно, решился, то честь и мое хвала, но, я прошу в нем этого продолжения и решил на ход f4 все-таки провести в генеральную мою идею в этой партии и сыграть е4, ход, безусловно, слабый, теперь после размена на е4, плохо брать пешкой, из-за того, что следует взятие на g3, и конь, тем не менее, встает на поле в 5, пользуясь, все той же связкой по линии е, и после чего трещит по шваме, пешка d4, пешка g3, у белых огромное количество слабостей, их центр только выглядит красиво, на самом деле является объектом для атаки черных фигур, поэтому мне пришлось брать здесь конем и е4, ну и сами понимаете, что теперь у черных приятная игра против изолированной пешки d4, после этого размена на е4, в общем, череда разминов, мой слот вновь становится на b2, вынужден пассивно защищать слабость на d4, ну а дальнейшая часть партии является демонстрацией техникой юрия Балашова, он, видите, вторгается в ферзио на е3, забирая все-таки пешку на d4, в общем, белый здесь абсолютно беспомощный, ничего мне не удалось сделать, и после шаха на d2 я поизнал свое поражение, белый остается без ферзя, вот такая вот партия мне удалось сыграть против легенда советских шахмат юрия Балашова, партию я проиграл, но тем не менее я считаю партия очень полезная в точке зрения разыгрывания голландской защиты, с точки зрения стратегии очень полезная партия, рекомендую всем внимательно ее просмотреть, проанализировать еще раз, ну а с вами был Евгений Шувалов, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие обзоры, ставьте лайки, если вам понравилась данная партия, и до новых встреч!